Да и инших тем. Мама анел. Такое означение стало назвой акции Гомельской областной организации Белорусского союза женщин. Мероприемство, примиркованное до дня матери, прошло сегодня у областной детячей больницы медицинской реабилитации. Его головными гостями стали женщины, которые выховывают детей инвалидов. Под обязанности у Ганны Ковалевой. Быть матери – великая отказность. У двоя, когда доводится выховывать детей с особенным лесом. У Гомельской областной детячей больницы медицинской реабилитации отрымливают специализованную меддопамогу маленькие пациенты из всей краины. Яны мают особливости психофизичного развития и инвалидность. Матшина подтримка им потребна литерально кожную секунду. Тому гэтей жаншины для своих детей по сутности Анюлы Аховники. У меня мальчик, ему 6 лет. Мы стараемся на реабилитациях выполнять практически все. Мы родились недоношенные. Ну, знаете, во-первых, сложность в том, что как бы еще у нас общество не привыкло, что у нас есть такие дети. Ну, вы знаете, когда он обнял и сказал, вот мамочка, я тебя люблю, это совсем другое, это очень многого стоит. У двоя тяжей, коли батьки не вытремливают выпробования и покидают семьи. Мамам доводится выховывать детей самостоянно. За постоянной реабилитацией яны отмавляются от карьеры, жановчего счастья и часто отмахчимости вылучат для себя навод одну годину. Тому с нагоды Дня Мати Гомельский областный союз жанчин суместно с Гомельским медколледжем вырышил организовать для таких мати маленькие выходные. Один с покоя в больницы перетворился у импровизованный салон прыгожости. Лепши цирульники и визажисты провели майстер-класс, створили прически и макияж, мама маленьких пациентов. У звичайном житте у них на это нема часу. Вообще из Октябрьского района, не местная, здесь мы каждые полгода с ребенком на реабилитации. И выбраться куда-то времени никогда нет, потому что еще успеваем работать, еще есть дети в школу ходят. И, естественно, остальное все время посвящаю своему ребенку. И вот сегодняшнее событие, которое здесь со мной произошло, ну, наверное, я не знаю, в чем странить, может быть, новогодняя сказка какая-то. Волонтеры медколледжа у своего чаргу взяли на себе клопот про малых, наглядали за ими у покоях, а при необходности проводили на процедуры. Дарычи такую инициативу тут реализовали у першиню. Ее удельницами стали мати 55 детей с особливостями развития. Почему мы пришли? Потому что у многих нет времени, у многих нет финансов, мы это все понимаем. И так что мы, как лучик солнышка в такую погоду, мы принесли такое вот добро им. Как я не первый раз участвую в таких мероприятиях, и хочу сказать, что за душу берет вот эти счастливые глаза, когда они смотрят на себя в зеркало и понимают, что они действительно красивые женщины, у них еще полно сил. Вот. И я желаю им, чтобы они не отчаивались, и у них все будет хорошо. Вы знаете, что, ну, я не одно мероприятие провела, в том числе благотворительное, и у нас масса различных совместных проектов с различными общественными организациями. Я всем за это очень благодарна, что никто никогда не сказал нет, все откликаются. Ну, понимаете, вот это мероприятие мы назвали «Мама-ангел». Ведь действительно для каждого ребенка, который болеет, который инвалид, эта мама – это действительно ангел. У гэты дзене у всех маці так само чакал святочный концерт. Своими артыстычными талентами з ними дялились волонтеры медицинского колеча и члены Союза Жанчин. Посля вину у них свято чакали корыстные подарунки. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».